Всем привет! Спешу сообщить, что ряды годных инди-игр пополнил Diabloid Vulcan Lords of Mayhem, релиз которого состоялся уже 13 февраля 2020 года. Возможно, многие даже знакомы с этой игрой, ведь её разработка идёт уже на протяжении четырёх с лишним лет. Однако не упомянуть о ней будет ужасно непростительным проступком, ибо игрушка действительно хорошая. Лично мне, как человеку не понаслышке знакомому с серией Diablo, доставляет неподдельное удовольствие следить за играми, целиком или частично копирующими механики своего прародителя. Будь то Torchlight, Grim Dawn, либо же даже недавно вышедшая Darksiders Genesis. И поскольку выход четвёртой части культовой игры ждать ещё очень и очень нескоро, а её предыдущие части, пройденные вдоль и поперёк, то имеется просто неимоверно огромная потребность в глотке чего-то нового, незаезженного и свежего. Этим спасением и стала для меня Vulcan. Пусть прозвучит малость сумбурно, но по заявлению разработчиков это интересный hack and slash с мрачной атмосферой первой Diablo, игровыми механиками Skyrim, третьей Diablo и графикой Crysis. И поскольку я уже достаточно поиграл в их творение, то могу лишь подтвердить вышесказанное. Всё действительно так. Как я уже говорил выше, вселенная игры мрачная, веющая атмосферой тёмного фэнтези, в меру наполненная жестокостью и сценами насилия. Если знакомы с анимационным фильмом Берсерк, то сразу поймёте о чём я говорю. По сюжету мы оказавшиеся в бегах бывший офицер армии человечества. Вынуждены спасаться как от монстров, так и от своих бывших сослуживцев. Оказавшиеся за гранью добра и зла изгой, случайно пробудившие в себе силу запретной магии. Опасность, неизвестность, страшные тайны и неожиданные союзы ждут нашего пришествия. Что же касается геймплея, то здесь он действительно очень похож на таковой из третьей Diablo. Да, даже начальный экран со всеми кнопками и под меню у них чуть ли не в пуля в пулю. Но это даже к лучшему, так как не нужно тратить драгоценное время на адаптацию. После непродолжительного вступления мы уже по классике жанра оказываемся без каких-либо доспехов, способностей и оружия, подобно чистому холсту бумаги. И постепенно, шаг за шагом прорубаясь через полчища разнообразных монстров и смертоносных боссов, мы будем приобретать характерную для себя очертания и форму. С этим, к слову говоря, у игры полный порядок. Она не привязывает нас к определенному классу или манере прохождения, позволяя становиться абсолютно всем, кем мы только захотим. Будь то боевой маг с навыками рейнджера, либо же брутальный воин со способностями целителя. Для фантазии здесь просто неограниченный полет и во многом за счет уникального древа умений, уж очень напоминающее таковое из Salt and Sanctuary. Его принцип работы мне очень нравился и очень приятно, что такая замечательная идея была своевременно подхвачена и успешно реализована. Дерево навыков здесь имеет круглую форму. Мы начинаем свое развитие в центре, постепенно приближаясь к периферии, на которой сосредоточены все более мощные и интересные боевые модификации. Характерной особенностью этого дерева, конкретно в данной игре, является ее разделение на три окружности, которые могут вращаться друг относительно друга, тем самым создавая обесчисленный калейдоскоп классовых комбинаций. Второй интересной особенностью, взаимствованной на мой взгляд из вселенной древних свитков, являются навыки. Их усиление происходит по мере их использования, что кажется крайне логичным и закономерным. Например, если в моем стиле игры задействована способность вихрь клинков, то и качаться, а соответственно и становиться сильнее будет именно она. Будет расти ее общий уровень, ее количественные параметры, а кроме того, станут доступны для активации специфические руны, еще более усиливающие или даже в корне меняющие навык. На мой взгляд это очень крутая геймплейная фишка, предоставляющая еще больше возможностей для реализации собственных билдов и стратегий. В дополнение к уже вышесказанному, хочется отметить, что навыки теперь материальный предмет, имеющий обличие рунного камня, выпадающий с монстров наряду с прочим игровым стафом. Это в свою очередь напоминает мне старую добрую Сакрет, в которой была похожая механика. При этом выпадают как уже выученные навыки, так и навыки других классов. Благо их можно оперативно конвертировать в прокачку уже имеющихся и необходимых именно нам способностей. Что же касается еще одной важной составляющей игры, а именно фарма с гриндом, то с этим тоже все достаточно хорошо. Предметы здесь ранжируются по 5-звездочной шкале. Простые белые предметы звезд не имеют. От 1 до 2 звезд имеют магические предметы синего цвета. Три звезды – удел желтых вещиц. Легендарные предметы считаются уже 4-звездочными, имеют классический красно-коричневый оттенок, а самые могущественные предметы, собственно ради которых и происходят многочасовые сеансы аннигиляции всего живого, фиолетового цвета, гордо носящие титул уникальных. Сетовые вещи здесь отсутствуют. И с одной стороны как-то не совсем привычно, а с другой, благодаря уникальным предметам, отсутствие надобности в них кажется вполне оправданным. Если разбирать эндгейм-контент, то здесь он тоже имеется и реализован за счет активации двух типов различных порталов. В первом производится добыча опыта посредством зачистки территории с последующим получением награды, а во втором – поиск магических предметов посредством ступенчатого прохождения все более сложных и опасных подземелий с мощными боссами в конце. Опыт с монстров за прохождение такого типа порталов, увы, не дается. Отдельным пунктом моего обзора который удачно выделяет Волкен среди прочих диаблоидов, хочу выделить красивую графику. Локации атмосферные и приятны глазу. Персонажи стильные и детально прорисованные. Один их дизайн брони чего только стоит. Будто бы император снизошел с золотого трона и сейчас устроит всем экстерминатус. А уж о катсценах я вообще молчу. Мало того, что их здесь много, так они еще и ужасно кинематографические. В общем, за графику разработчикам здесь отдельный плюс – они большие молодцы. Ровным счетом, как и в геймдизайне. Поскольку во время прохождения мной не было замечено каких-либо критических неудобств или препятствий. Локации в миру длинные, пусть и коридорные. Обильно снабжены большим количеством монстров и промежуточных боссов. А побочные активности, вроде активации светилищ или проклятых сундуков, лишь усиливают интерес от прохождения. Сравнивая Волкен с ее прародителем, могу сказать лишь следующее. Это замечательный клон с до боли знакомыми механиками и целой кучей нововведений, которые идут игре только на пользу. Местами Волкен даже превосходит Диабло 3, но все-таки у творения Близзард на данный момент большее количество эндгейм контента и активность. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время это недоразумение будет исправлено, так как Волкен обновится до версии 1.0 и игра выйдет из беты. Откроются новые сюжетные главы, максимальный уровень персонажа вырастет до 90-го, будет добавлена возможность играть за женского персонажа, появится трансмагрификация, сотни новых предметов, в том числе уникальные, возможность принимать ультимативную божественную форму и многое другое. Вот тогда-то игра и заиграет своими настоящими истинными красками. В любом случае игра заслуживает внимания. Тем более, что к моменту выхода этого видео она уже 100% будет на пике своей игровой формы и популярности. Стильная, атмосферная, наполненная интересных механик и классной графики. Обязательно к ознакомлению всем любителям годных Диаблоклонов и просто хороших игр. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Играйте только в хорошие инди-игры. С вами был канал Играриум. До новых встреч, друзья!